В Малаховке восстановили бесперебойную подачу воды в четырех домах по улице Чайковская. На протяжении десяти лет жители поселка страдали из-за слабого напора холодной воды. Как они справлялись с неудобствами и где приходилось брать главный источник жизни? С довольными жителями пообщался наш корреспондент. Вот такой напор раньше был только ночью. В нем, соответственно, мы приходили, если нам нужно было принять ванну или душ, мы ожидали времени, когда появится вода. А теперь Наталья Соловьева пользуется водой в любое время. Для того, чтобы помыть посуду, искупаться или постирать белье, больше не приходится ждать наступления ночи. Тазики в ванной комнате лежат до сих пор. Хозяйка квартиры шутит, стала привычкой. После стольких лет без нормальной подачи воды первую неделю были опасения, что такая роскошь может быть ненадолго. Даже были времена, когда там таз буквально наполнялся, но часа по три. Оставляли включенным кран, уходили, ну, чтобы вода оставалась. Никогда мы не принимали душ. Если у нас сейчас включается лейка, то раньше она никогда не включалась и приходилось только набирать, там, греть как-то. Решением этой проблемы занялась администрация городского округа Люберцы. Совместно с управляющей компанией были выявлены причины низкого давления воды. Оказывается, всему виной старый трубопровод, в котором имелись несанкционированные врезки. Было проведено несколько совещаний с Раменским водоканалом, так как здесь идет пересечение районов. Раменский водоканал дал точку врезки, выдал технические условия на проведение нового водовода. Проект на проведение этих работ подготовили в течение месяца. За одну неделю Малаховская управляющая компания проложила новый трубопровод. И более 50 семей в поселке дождались бесперебойной подачи воды в своих квартирах. Работы были непростые, потому что все выполнялось вручную. Отрывка траншей проводилась только вручную, потому что использование автотрактной техники было невозможно в связи с тем, что очень много инженерных сетей и коммуникаций находилось в земле. Диаметр пластиковой трубы 75 миллиметров. По словам сотрудников ЖКХ, этого размера вполне достаточно для качественного обслуживания проблемных домов. Уровень давления воды, поступаемый в многоэтажки, составляет 5 атмосфер. Луиза Егия-Зарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.